Вообще нужно сказать, что в международной элите существуют очень жёсткие правила поведения. Есть черта, которую нельзя переходить. Если ты переходишь эту черту, то за это наказывают. Ну, я не буду говорить о том, как наказывали в течение трёх поколений семью Кеннеди. Бывали и другие случаи, но, правда, не в течение трёх поколений. В мировой элите умеют очень тонко намекать о том, что произойдёт, что будет происходить. Кстати, Черчилль несколько раз предупреждал своих противников из тех групп, которые хотели договориться с немцами, что этого делать нельзя и так далее. Но его ему не вняли. Так вот, в мировой верхушке существует масса способов намекнуть, что нельзя делать то или иное. Ну, из таких примеров относительно недавних, ну, как относительно, 30 лет назад. Пример президента Соединённых Штатов Джимми Картер, вставленник трёхсторонней комиссии. Но человек простой, по-видимому, который к концу своего первого единственного срока решил, что он может играть собственную игру. То есть, он решил, что он не фигура, а игрок. И поэтому, когда началась предвыборная кампания, он сказал, что Америка должна пройти очень серьёзное реформирование. И вот я еду в Калифорнию, выступаю перед калифорнийцами. По возвращении я объявлю свою реформу с экрана телевизоров, дам пресс-конференцию. Ему объяснили, что делать этого не надо. Он сказал, что нет, Америка должна реформироваться. Действительно, как пишут те же американские историки, 1970-е годы – это худшие годы в американской истории, которые можно сравнивать с 1920-ми, 1870-ми. Но 70-е годы – это такой, так сказать, очень серьёзный, проблематичный период в истории Америки. Ну и тогда решено было Картера предупредить. Сделали это, повторяю, очень изящно. Когда он приехал в Калифорнию и выступал в одном из залов, полиция арестовала двух человек, которые якобы собирались его убить. Стало очень быстро известно, кто это. Один из них был американец англосаксонского происхождения, а второй – испанец. Но я прошу обратить внимание на имена. Одного звали Раймонд Ли Харви, а другого звали Освальд Ортис. Вместе получается Раймонд Ли Харви Освальд Ортис. И Картер всё понял. Вернувшись в Вашингтон, он сник, он сидел в Кэмп Дэвиде, сказал, что правительство вышло из-под его контроля, он им не управляет и не может наладить диалог с правительством. Он попытался, правда, рыпнуться, попытался организовать освобождение американских заложников в Иране, и это добавило бы ему очков. Но из этого ничего не получилось. Самолёты то ли заблудились, то ли их кто-то сбил, но в любом случае американские заложники остались там, где им положено. Их освободили уже при Рейгане. И вот этот провал Картера, он в значительной степени обусловил его поражение. Но, повторяю, как изящно мировая верхушка одному из своих приказчиков намекнула, что дело может быть плохо. Но вот, по-видимому, намёки Черчилля членам королевской семьи не подействовали, и вот эта смерть герцога Кенского, она не случайна. Кстати, после этой смерти все разговоры о заключении мира с Германией закончились. Война стала развиваться британско-германско-германско очень интенсивно. Интересный факт. Аллен Даллес, будущий глава ЦРУ, после войны отправил доктора Дональда Кэмерона в Нюрнберг обследовать Гесса. Формально, для того, чтобы посмотреть вообще, в каком состоянии Гесс находится, но дело в том, что Даллес считал, что Гесса в живых уже нет. Что в Нюрнберге сидит его двойник, а реального Гесса убили не то в 1941, не то в 1942 году по приказу Черчилля. И он отправил Кэмерона посмотреть на него. Журналисты сначала думали, что речь идет вот о чем. Даллес прекрасно знал, что у Гесса были шрамы от ранений во время Первой мировой войны. И если у него этих шрамов нет, то значит это двойник. Но британцы не пустили Кэмерона осматривать Гесса. И здесь еще одна вещь есть, одна очень интригующая. Дело в том, кто такой Кэмерон? Кэмерон это специалист номер один был в Соединенных Штатах по промывке мозгов и по переформатированию личности. Он затем станет президентом Американской ассоциации, психиатрической ассоциации, первым президентом Мировой ассоциации психиатров. Но самое главное, этот человек уже тогда владел техникой, технологией переформатирования личности, стирания памяти. И журналисты вообще и аналитики полагают, что Кэмерона Даллес отправил не случайно, потому что если некий человек сидит под видом Гесса, то просто так этот человек не может сидеть. Значит, ему стерли память, переформатировали личность и его убедили, что он Гесс. Сейчас это делается элементарно с помощью психотропных средств. Мозг человека это жесткий диск, на который можно записать от 20 до 40 личностей. Естественно, в конце 30-х, в первой половине 40-х годов это делать было труднее, но это умели делать уже тогда. Кстати, впоследствии Кэмерон прославится в знаменитой акции ЦРУ МК Ультра по промывке мозгов и по переформатированию личности, по распространению наркотиков в кампусах. То есть человек он был не случайный. И отправлять смотреть, есть ли шрамы у Гесса, можно было кого-то другого. Нет, по-видимому, журналисты правы. Его отправили, Кэмерона отправили, чтобы он посмотрел, не человек ли это с промытыми мозгами, с переформатированной личностью. Это Кэмерон мог вполне легко определить. И британцы его не пустили. Ну, о финале Гесса я уже сказал. Вот куда привела нас история с гибелью герцога Кенского. Это эпизод. А сколько за этим эпизодом исторических драм? И прав был Гёте, который говорил, что под каждой могильной плитой лежит всемирная история. И действительно, герцог Кенский, его смерть. Перелёт Гесса. Вроде бы два эпизода. Но сколько за этими эпизодами крови, сколько за этими эпизодами интриг, человеческих мерзостей и просто жертв истории, люди, которые погибли во время Второй мировой войны, которые организовали для того, чтобы, не дай бог, у мировых финансов не упала норма прибыли. Обратите внимание на имена. Раймонд Ли Харви, а второй человек Освальд Ортис. Получается, Раймонд Ли Харви Освальд Ортис. Я хочу напомнить, что имя человека, на которого свалили убийства президента Кеннеди, было Ли Харви Освальд. То есть, это был такой прямой и явный намёк. И Картер понял. Но вот что интересно. Через несколько лет журналисты попытались найти вот этих двух людей, которые готовили, якобы готовили покушение, потому что журналистам было сообщено, что их судили, они получили срок, сидят в американских тюрьмах. Так вот, американские журналисты стали искать их в тюрьмах и никак не могли найти. И выяснилась странная вещь. Ни в одной картотеке, ни в одной американской тюрьме таких лиц не было. То есть, скорее всего, это была чисто постановочная вещь. Никто никого не судил, никто никого не сажал в тюрьму. Задержали неких людей, сказали, что их зовут так-то. И таким образом показали, что Картеру в случае его действий грозит то же, что произошло с президентом Кеннеди. На этом мы сегодня заканчиваем. Я думаю, что мы ещё не раз обратимся и к загадкам истории, и в том числе и к загадкам Второй мировой войны. Потому что многие грязные секреты нынешней мировой верхушки коренятся именно во Второй мировой войне. И я уже не говорю о том, что целеполагание современных североатлантических элит очень похоже на нацистское целеполагание. Собственно, это один проект, только который реализуется не так брутально и в других исторических условиях. И нужно хорошо знать, как возникали эти проекты. Нужно знать их героев. Нужно знать технологию. Потому что одной технологии можно противопоставить другую.